КФУ Санкт-Петербургский международный экономический форум. Какие соглашения на его полях подписал Казанский федеральный университет? Два филиала подряд, знаете, это как два рождения подряд. Это все-таки определенные ресурсы. География присутствия расширяется. Где ожидается открытие нового филиала КФУ? Это уникальное направление, которое развивается в нашей лаборатории. Мы с такими аналогами зарубежными не знакомы. Спасение при поражении нервной системы. Как вирусы и микротрубки помогут создать биоимпланты для восстановления периферических нервов. Это именно перспективные сплавы, которые могут пригодиться человечеству. Аморфные металлы и искусственный интеллект. Почему физики КФУ решили использовать нейросеть для проектирования особо прочных сплавов? Казанский федеральный университет принял участие в работе Петербургского международного экономического форума. В Северную столицу для участия в работе форума прибыли Раис Татарстану Рустам Миниханов и ректор КФУ Ленар Сафин. Основное мероприятие традиционно проходит на площадке экспо-форума. В составе делегации Татарстана руководители министерств и ведомств, топ-менеджеры промышленных предприятий. В программе деловые сессии, встречи с представителями губернаторского корпуса, подписание ряда соглашений. В рамках ПМФ состоялась презентация результатов национального рейтинга инвестиционного климата в регионах. Татарстан занял в нем второе место, уступив только Москве. При формировании рейтинга эксперты анализируют 70 показателей региона. Также на полях форума Казанский федеральный университет заключил ряд соглашений. Так, КФУ и Санкт-Петербургский государственный экономический университет договорились о сотрудничестве в рамках реализации совместных образовательных программ, проектов, обмене информации, подготовке публикаций и академическом обмене. Подписи под документом поставили ректоры Ленар Сафин и Игорь Максимцев. Петербургский экономический международный форум проходит ежегодно, начиная с 1997 года. С 2005 года форум проводится под патронатом и при участии президента России. В 2021 году форум стал первым и самым масштабным в мире деловым событием очного формата после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса и состоялся с использованием современных цифровых технологий. Главная цель Петербургского форума – это налаживание межрегиональных и международных связей. Для Татарстана это не только сфера промышленности, экономики, но и образования. Казанский федеральный университет наращивает масштабы присутствия в дружественных странах. Напомним, первый зарубежный филиал КФУ открылся в октябре прошлого года в Узбекистане. Там готовят специалистов в сферах машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, формации, биомедицины и журналистики. Уже в этом году планируется открытие еще одного филиала КФУ в Египте. Сколько человек станут его студентами и о перспективах международного сотрудничества мы поговорим с проректором по внешним связям КФУ Тимирханом Алишевым. Здравствуйте, Тимирхан Владович. Здравствуйте. Одна из главных новостей, наверное, последнего месяца, связанная с Казанским федеральным университетом, это все-таки филиал КФУ в Египте, делегация Минобранауки России также посетила Арабскую Республику. На каком этапе сейчас подготовка к открытию? Ну, я бы, наверное, сначала обрисовал общий контекст, потому что, на самом деле, новостей было много. В течение вот этих месяцев, мая, июня, прошли значимые мероприятия. Это Казань-форум, который проходил здесь, в Республике Татарстан, в первую раз в федеральном масштабе. И основной акцент был сделан как раз на работу странами Организации Исламского Сотрудничества, кстати, в число которых входит и Арабская Республика Египет. И, конечно, тот форум министров образования, который прошел буквально на прошлой неделе, в рамках которого тоже приняли участие представители и руководители Министерств образования и просвещения стран, которые являются частью тюркского мира или частью арабского мира. Буквально в конце мая, в начале июня в Шардже прошел достаточно крупный форум ректоров российских и арабских университетов, на которых тоже обсуждались варианты развития сотрудничества и работы в арабском мире в сфере образования и науки. Буквально недавно подвели итоги отборов Россотрудничества. Казанский университет по миру занимает сейчас третье место по количеству выборов первого приоритета, где обучаться за счет квоты Россотрудничества Российской Федерации. А на Ближнем Востоке мы занимаем вторую строчку. То есть очевидно, что мы очень популярны среди стран арабского мира. В конце 2021 года мы задумались над работой в этих странах. Прежде всего нас привлек Египет, потому что страна является с одной стороны мостиком между африканским и азиатским континентами отчасти. И в то же время является привлекательной и для ребят из Африки, и для ребят из арабского мира, и даже тюркского мира. И было заключено соглашение. В 2021 году приехала большая делегация сюда о создании этого филиала. Конечно, филиал прежде всего ориентирован на поддержку и развитие медицинского образования, исследования в данной сфере. 2021 год шел в рамках формулирования общих рамок этого филиала, его основных направлений работы. И вот 2023 год уже мы определили на четкий образ того, как он будет выглядеть. Буквально на днях мы ожидаем приезд в делегацию в начале июля из арабской республики Египет, когда будет подписано финальное соглашение. При этом, надо сказать, что параллельно идет процесс реконструкции, оснащения филиала. И вот вы упомянули визит заместителя министра науки высшего образования Константина Могилевского в Каир. Он приезжал по разным вопросам, и в том числе он обратился к нам с просьбой организовать посещение нашего филиала, будущего филиала. И мы это организовали. Он посетил, и действительно, мы затем встретились как раз в Шарджа. И он поделился очень позитивными эмоциями, обратной связью. После посещения он действительно увидел, во-первых, тех партнеров, которым мы определили для себя, очень надежных людей. А с другой стороны, позитивно оценил ту инфраструктуру, которая в настоящее время там развивается. Филиал будет находиться в непосредственной близости от клиники, больницы. Фактически, это два здания, соединенных между собой крытым переходом. Позволяет ребятам и учиться, и проходить практические занятия в рамках одного большого комплекса. Мы ожидаем, что если все будет хорошо, потому что не все зависит от нас, зависит много от центров принятия решений наших, которые организуют, лицензируют нашу работу. Но мы надеемся, что в этом году мы сможем осуществить первый прием в филиал. По крайней мере, мы ориентируемся на этот год. В последние годы Казанский федеральный университет в плане расширения своих границ набрал такую высокую скорость. Год назад открылся филиал в Джизаке. Все ли хорошо? Я не ездил в Джизаке, многие зрители, наверное, тоже не были там. Только с ваших слов, все ли нормально, студенты ли учатся, все ли в порядке. Потому что мы видим, что по новостям очень много делегаций посещают Джизак, в том числе и правительство республики. Ну, надо сказать, что не только я там был, там были многие руководители нашего университета и преподаватели уже, многие съездили. Там реализуется в настоящее время порядка 11 основных образовательных программ, в том числе, кстати, по медицине. Действительно, этот год был важным. Буквально в начале октября произошло открытие этого учебного года. Буквально в апреле месяце, в конце апреля посетил Раис Республики Тарсан Руслан Галич Миниханов вместе с Хакимом от Джизакской области. В рамках этого посещения произошло открытие нашего симуляционного центра в сфере медицинского образования. Здесь большая благодарность Министерству здравоохранения Республики Узбекистан, которая закупила, кстати, у казанской компании Эйдос Медицина, закупила симуляторы, которые, кстати, инжиниринг, которых тоже происходит при поддержке Казанского федерального университета. И в настоящее время они используются для учебного процесса. И было принято решение о передаче нашему университету еще в большого здания клиники, которая стоит напротив главного основного здания. Есть свои сложности. Дело в том, что это первый зарубежный филиал Казанского университета. И, конечно, многие вещи делаются в первый раз. Когда вещи делаются в первый раз, всегда есть какие-то ошибки, но есть затем их преодоление, рефлексия и успех. И надо понимать, что в Джизак сейчас поступают ребята из Ташкента. То есть, на некотором расстоянии, там 2,5 часа езды на машине от Ташкента, ребята туда приезжают, потому что слышат о качестве образования уже. И Казанский федеральный университет – это бренд, который очень популярен в Узбекистане. И сейчас очень важно, чтобы мы поддержали и развивали качество образования, чтобы там сконцентрировался преподавательский состав, причем не только приезжие из Казанского университета, но и из других университетов России. Туда приезжают уже на постоянное место жительства, работают, потому что из Москвы несколько ребят там сейчас работает в филиале. И надо эту тему развивать. То есть, наша задача – привлекать лучшие преподавательские кадры для работы в Джизак. Я думаю, что вот за этим последует и высокий уровень качества образования, который там должен сложиться. Ну вот вы уже затронули отчасти тему развития дальнейшего, да, политики интернационализации университета. Ну и к тому же сейчас такой разгар прям на кампании иностранных абитуриентов. Какие здесь планы касательно и развития в плане политики и в плане приема? Действительно, приемная кампания в разгаре. И в этом году мы, в некотором смысле, чуть раньше начали все процессы. У нас с 1 марта встал прием документов. Это каждый год так. Уже в мае мы провели первого наступительных испытаний. Сейчас уже были разосланы проекты договоров для тех, кто поступает на контракт на основе, для того, чтобы они исполняли контрактные обязательства и дальше будут выходить приказы о приеме. Мы ожидаем, что первые приказы о приеме даже могут выйти до конца июня месяца. Это достаточно ранние сроки. Вообще, в целом, если посмотреть, то по последним моим данным, около 7,5 тысяч заявлений в университет уже подано от иностранных граждан. И эти заявления поданы примерно от 4,5 тысяч физических лиц. Надо понимать, что Казанский университет всегда ориентировался на те страны, которые сегодня считаются дружественными для нас. Но у нас были стабильные отношения с этими странами. Потому что мы не видим здесь ограничениями, логистически мы не видим больших проблем. Поэтому мы движемся, наверное, в том русле, в том ракурсе, который был заложен во многом отцами основателями университета. То есть работа с Востоком, прежде всего с арабским и с сурским миром. И я думаю, что именно это принесет серьезные плоды. Хотя я отмечу, что мы не прерываем наши отношения с странами Европы. И даже, в некотором смысле, с Соединенными Штатами Америки. То есть те организации партнерские, которые хотят работать, которые люди, профессора, ученые, которые понимают всю бессмысленность той ситуации, которая в настоящее время складывается, которые продолжают свое сотрудничество в науке с нами. Мы, безусловно, эти инициативы поддерживаем и развиваем. И это показывает те конференции, которые недавно прошли по образованию, иные конференции, которые мы проводим по тематическому образованию. Есть профессора, которые понимают глупость своих руководителей во многом и принимают участие в наших конференциях. Я сейчас говорю о Западной Европе, о Центральной Европе. И без всяких проблем сотрудничают с нами и продолжают с нами работать. Поэтому такие инициативы мы поддержим. Будем продолжать поддерживать, потому что наша задача — сохранять эффективные, налаженные научные связи, которые у нас в университете есть, которые развивают, в том числе, российскую науку. Но в сфере образования мы будем двигаться дальше. У нас впереди на следующей неделе практически поездка в Иран. Достаточно большая. Буквально недавно остался форум лекторов России и Ирана. В конце апреля месяца были подписаны ряд соглашений с нашим университетом. Вы знаете, что в Иране мы в прошлом году открыли подготовительный факультет. Готовим ребят к поступлению в Казанский университет по русскому языку, в том числе на месте, прямо в Тегеране. И буквально в рамках этой поездки состоится открытие сертификационного центра по русскому языку. Это может быть такой спойлер, молодежь называет это. Мы открываем сертификационный центр по русскому языку. То есть ребята, которые хотят поступить на медицинские направления подготовки в Россию, в соответствии с нормативными требованиями Ирана, должны сдать экзамен на знание русского как иностранного, если они учатся на русском, на год поступления. И, соответственно, они смогут это сделать в нашем сертификационном центре в Тегеране. В скором времени, буквально в следующей неделе произойдет открытие этого центра вместе с одним из наших ведущих партнерских университетов Тегерана. Ну и ряд соглашений еще будет подписан. И, конечно, коллеги выходят к нам с просьбой, с инициативой расширить сотрудничество в разных формах. Мы планируем создание совместных советских центров. Есть предложение по открытию филиала в Иране. Но пока мы думаем, потому что два филиала подряд, знаете, это как два рождения подряд. Это все-таки определенные ресурсы, в том числе и моральные, и эмоциональные, и в то же время материальные ресурсы. И, безусловно, надо посмотреть и оценить. То есть сделать паузу, наверное, хотя бы на один год и оценить, насколько эффективна была та политика, которую мы ведем. Как бы сделать вклад в тех детей, которые уже были рождены, как в течение этих двух лет. Поделенно посмотреть, как они растут. И дальше двигаться, конечно, дальше в направлении расширения присутствия Казанского университета на международной арене. Большое спасибо за такие подробные ответы. Ну и, безусловно, желаем успехов всем нам. Спасибо. Биоразлагаемые импланты для восстановления периферических нервов разрабатывает студент КФУ, лаборант-исследователь лаборатории генные и клеточные технологии Института фундаментальной медицины и биологии Эльдар Давлетшин разрабатывает препарат для восстановления периферических нервов. В качестве стимулятора роста нервного волокна используются созданные учеными специальные вирусы. Микротрубки делаются из биобезопасного и рассасывающегося в организме синтетического материала. В комплексе с микротрубками вирусы активизируют рост нервов и восстанавливают их проводимость. Молодой исследователь-победитель программы «Умник» фонда содействия «Инновация». На реализацию своего проекта он получил грант в размере полумиллиона рублей. Эльвина Минобуддинова о том, как исследование поможет медикам. Мы забираем у модельных животных периферический нерв и при помощи данного прибора мы нарезаем восстановленный периферический нерв и оцениваем уровень экспрессии, уровень выделения необходимых для восстановления данного нерва нейротрафических, нейропротективных факторов. Так оценивается степень восстановления периферического нерва. Его повреждение – один из самых частых и тяжелых видов травм. Травма может возникнуть на фоне заболевания. Причиной также может стать механическое повреждение разной степени тяжести. Периферическая нервная система обеспечивает передачу информации через тонкие нервные волокна от органов и систем в головной и спиной мозг. Сеть нервных волокон – это коммуникационная сеть. Она передает информацию от всех частей тела к мозгу и необходима для координации деятельности и генерации моторных и сенсорных функций. Повреждение или разрыв нерва сопровождается болью и параличом. Ежегодно травмы периферических нервов получают сотни тысяч людей. И нередко отсутствие своевременной помощи может привести к инвалидности. В травмическом повреждении периферических нервов, которые могут возникнуть в результате чисто случайных ситуаций, порезов и те же самых катастрофах, происходящих с человеком в быту, повреждения руки, других верхних и нижних конечностей, либо в результате более тяжелых ситуаций, это и огнестрельные, и осколочные ранения. При травме нервы используется хирургическое лечение. Проводится как сшивание нерва, так и перенос неповрежденного нерва и имплантация в область повреждения. Но существуют и другие методы восстановления нервных стволов. Например, имплантация синтетического полого нервного канала. Он перекрывает разрыв и позволяет нервным волокнам регенерировать. Работа над этим методом ведется в лаборатории КФУ. Разработка матриксов для применения в биомедицине, в клинической практике, ведется очень-очень-очень давно. По сути своей, это различные губки, которые хирурги используют для того, чтобы закрыть какие-то дефекты, скрепить ткани различные и улучшить хирургическое восстановление. Но проблема заключается в том, что такие материалы, они достаточно инертные и сами по себе они не стимулируют заживление ран. То есть проблема, вернее, вопрос разработки таких материалов, конечно же, активно развивается во всем мире. Матриксы – это внеклеточные структуры. Они составляют основу соединительной ткани. По своей форме напоминают губку. Используют их при дефектах различных тканей. Матриксы обеспечивают механическую поддержку клеток и транспорт химических веществ. Ученые КФУ решили обогатить их, внести дополнительный функционал, а именно стимулирование регенераторных способностей различных тканей организма. Наш уникальный подход заключается в комбинировании матриксов, вот этих вот материалов, с генной терапией. Дело в том, что если нанести генный препарат на такие матриксы, то такой препарат усилит локально регенеративный потенциал организма. То есть генный препарат, по сути своей, это что? Это мы доставляем в клетки организма гены, которые приводят к синтезу факторов роста, которые, например, вызывают рост сосудов, рост нервных волокон, рост хрящевой ткани или костной ткани в случае повреждения опорно-двигательного аппарата. То есть нанося генные препараты на такие матриксы, мы их функционализируем, то есть улучшаем их работоспособность. В своей разработке ученые использовали аденоассоциированный вирус 9-го сиротипа. Он применяется для генетических модификаций. Идея ученых внедрить вирус состав матриксов, или, иначе говоря, микротрубок для роста поврежденных нервов. Матриксы изготавливаются методом электроспиннинга. Такой способ позволяет создавать микротрубки разных размеров под соответствующий нерв в зависимости от повреждения. После того, как мы рассмотрели такую идею, идея создания генетически модифицированных матриксов, а именно кондуитов для периферических нервов, возникла идея и создания аналогичных матриксов, которые можно было бы использовать в других целях. Например, при повреждении кожных покровов, мышц или так далее. То есть когда на область повреждения можно положить, грубо говоря, такую пластинку, которая активирована за счет находящейся в ее структуре вирусных векторов, которые могут продуцировать различные трофические сосудистые факторы, которые в результате чего будут стимулировать восстановление и регенерацию ткани. Одно из самых главных условий – матриксы должны быть биоразлагаемы. Это позволит избежать иммунных реакций со стороны организма. Разработка матриксов для восстановления периферических нервов была поддержана программой «Приоритет-2030». Идея создания принадлежит лаборанту и исследователю Института фундаментальной медицины Эльдару Давлетшину. Для реализации проекта он получил грант в размере полумиллиона рублей. Тема для исследования была выбрана Эльдаром не случайно. Существующие на сегодняшнее время в медицине терапевтические продукты для лечения и восстановления нервов, они в целом являются ограничительными. С одной стороны, в медицине просто-напросто сшивают нервы. Это чревато различными ситуациями, в частности, рубцевание ткани в процессе непосредственно сшивания ткани. Или с другой стороны, на российском рынке в целом не представлены коммерческие аналоги зарубежного производства для восстановления периферических нервов. И существующие даже коммерческие аналоги за рубежом, и также реализуются в нашей стране, они являются не максимально эффективными. И с этой точки зрения мы решили, во-первых, разработать свой продукт на российском рынке, а второе, усилить существующий уже метод восстановления периферических нервов при помощи использования генотерапевтического продукта. Сегодня цель Эльдара Довлетшина – доказать эффективность разрабатываемого продукта и внедрить в медицинские учреждения. Я вижу дальнейшее, будущее проекта – это особенности повышенной эффективности до клинических исследований и дальше уже высокая эффективность в испытаниях на людях, то есть клинических исследованиях. На конечном этапе планируется реализация продукта уже на медицинских учреждениях большего масштаба, в частности, через Министерство здравоохранения и учреждениях федерального уровня применения данного оборудования продукта. В лаборатории генной и клеточной технологии Эльдар начал работу три года назад. За это время он занимался как инвитровой лабораторией, так и доклиническими исследованиями. Естественными науками Эльдар начал интересоваться еще в школьное время. В будущем молодой исследователь видит себя ученым. По словам Эльдара, он хотел бы заниматься регенеративной медициной. Вижу себя ученым, потенциальным, перспективным ученым именно в данном направлении, которое связано с разработками, испытаниями препаратов, тех же самых медицинских терапевтических продуктов для лечения человека. Сегодня Эльдар обучается на последнем курсе бакалавриата по направлению биология и планирует продолжить обучение в магистратуре. Эльдару хотелось бы еще больше углубиться в медицину для разработок терапевтических продуктов. Молодой исследователь планирует продолжить работу внутри лаборатории КФО. Матриксы, или иначе говоря микротрубки, для сшивания нервов производятся только за рубежом. Перед учеными стоят две важные задачи – импортозамещение и разработка более эффективного материала. Такой вот подход, генетическая активация матриксов, вот этих трубок для сшивания нервов – это уникальное направление, которое развивается в нашей лаборатории. Мы с такими аналогами зарубежными не знакомы. Поэтому здесь есть потенциал создания не только импортозамещающего продукта, но и по-настоящему инновационного продукта, который существенно улучшит результаты лечения пациентов с травмами нервов. Сегодня лаборатория Института фундаментальной медицины КФО находится на этапе инвитер-исследований, а также поиска индустриальных партнеров. В настоящее время ученые уже ведут сотрудничество с двумя крупными фармкомпаниями России по другим разработкам. Эльвина Минабудинова, Ленар Гизатулин. КФО. Итоги недели. Искусственный интеллект поможет создавать аморфные материалы с заданными свойствами. В КФО научили нейросеть проектировать особо прочные сплавы. Ученые Института физики разработали новую методологию определения прочности аморфных металлических сплавов. Система основана на применении искусственного интеллекта. Аморфные сплавы применяются в машиностроении и других сферах промышленности. Например, из них изготавливают сейсмодатчики, детали манометров, датчиков скорости, пружин, часовых механизмов, весов и многое другое. Поэтому необходимы разработки простого и эффективного метода поиска аморфных металлических сплавов с прочностными показателями. Само исследование казанских физиков поддержано Российским научным фондом. Подробнее о разработке далее в сюжете. Те материалы, которые мы определили с помощью нашей программы, оказалось, что они по твердости уже сопоставимы, должны быть сопоставимы с алмазом. Сопротивляемость к разрушению, упругость и твердость. Этими свойствами обладают аморфные сплавы. Их можно получить при быстром охлаждении металлического расплава. Во время этого процесса структурное состояние жидкости переходит в твердое. У таких тел нет кристаллической структуры. Оно имеет произвольную форму, поэтому эти твердые тела и называют аморфными. Это именно перспективные сплавы, которые могут пригодиться человечеству. По своим физическим характеристикам. Аморфные сплавы обладают преимуществами. Например, они легче и прочнее кристаллических аналогов. Поэтому их часто используют для армирования трубок высокого давления. С помощью них также изготавливают датчики скорости, ускорения и крутящего момента автомобилей. Но для получения качественных продуктов необходимо использовать прочные металлические сплавы. Так ученые КФУ решили разработать нейросеть. По словам Анатолия Мокшина, она будет искать аморфные металлические сплавы с необходимыми прочностными показателями. Традиционные методы получения таких материалов заключались в следующем. То есть люди брали, если очень грубо говорить, очень прощенно говорить, брали разные компоненты разных материалов, металлов. Все это смешивали, плавили, делали заготовку. И потом заготовку испытывали. Смотрели, какую прочность она имеет. И нужно было делать перебор. То есть перебирать разные материалы. И анализируя получаемые значения, уже все это дело аранжировали и определяли, какой же материал является наиболее подходящим. Вот как раз такие современные методы, методы машинного обучения, искусственные, интеллекты или нейронные сети, они позволяют это дело к этому вопросу, к этой задаче подойти немного по-другому. Мария Доронина, магистрант первого курса. Написанием статей и исследованиями она начала заниматься еще во время обучения на бакалавриате. Для запуска нейросети молодая ученая вместе с коллегами использовала данные о более чем 50 тысячах аморфных сплавов различного состава. Они проанализировали большой набор данных о физических и химических свойствах всех элементов таблицы Менделеева. К таким данным относятся масса атома, его заряд и электроотрицательность. Причем искусственному интеллекту информация о координатах и скоростях атомов не потребовалась. Это облегчило ученым процесс анализа структуры. База данных, она действительно создается вручную. То есть мы вручную вносим туда всю информацию о абсолютно разных соединениях, которые мы в принципе только находим. В дальнейшем же эта база данных очень сильно помогает именно в работе с нейронными сетями. То есть в базе данных содержится большое количество информации о свойствах самих соединений. Соответственно, на основе этой информации мы с легкостью можем обучать нейронные сети. Работу над сбором данных вели сразу несколько человек. Они каждый раз перепроверяли вносимую информацию. Именно на этом этапе нельзя совершать ошибки, ведь внесенные данные будет использовать нейросеть. И от их правдивости зависит результат. Средняя погрешность расчетов ученых КФУ составляет 12%. По словам Марии, это хороший показатель. Созданная в данной работе модель машинного обучения, которая представляет собой искусственную нейронную сеть, она демонстрирует очень хорошие результаты. То есть средняя ошибка составляет порядка 12%. Это не отличный результат, но для нейронной сети, которая обучается не на свойствах самих сплавов, а на свойствах химических элементов, из которых состоят исследуемые соединения, это более чем хороший результат. После сбора данных ученые занялись написанием самой нейросети. Ответственным за это дело стал Булат Галимзянов, доцент кафедры вычислительной физики. Сначала из различных комбинаций элементов из таблицы Менделеева искусственный интеллект собирает сплав. Далее обученная нейросеть осуществляет анализ информации о физических и химических свойствах элементов. Уже в конце определяет механические свойства металлического сплава. Вся эта процедура занимает всего пару минут. Нейросети искусственные, это по сути аналог вот этого мозга, но в виде математических чисел, цифр и так далее. Там нету даже уравнений таких особо. Нет, это просто такой параметры код, по сути, в виде чисел. И вот компьютер оперирует этими чиселами, он, так сказать, если так простыми словами, воспроизводит работу мозга, может обрабатывать информацию и выдавать какие-то результаты. К переходным металлам по типу хрома железа добавить полуметаллы, например, бериллия, алюминий или олова. Также можно расплавить вместе с ними такие неметаллы, как кремний фосфор и добавить лантаноиды, так называемые редкоземельные элементы. Сплавы именно с таким составом имеют высокую прочность. Ученые КФУ выяснили это благодаря разработанной нейросети. Если мы все это сделаем, то есть соберем вот эту программку, то есть оно, так сказать, даже поможет потом будущим нашим коллегам, там, ученым или тем, кто занимается разработкой материалов, просто используют это программное приложение, просто они там вводят, что им нужно. То есть, допустим, им нужен какой-то сплав с такой характеристикой, такая отвердость, такая прочность, модулируем и так далее, и так далее, да, пластичность и так далее, разные характеристики. Соответственно, нажимаем на кнопочку и программка нейросети выдаёт. Вам нужен сплав с такими там металлами, с таким составом. Исследование выполнено в рамках поддержанного Российским научным фондом проекта. Метод проектирования аморфных сплавов с заданными свойствами в будущем поможет ускорить создание новых материалов для промышленности. Елизавета Газизянова, Эльвира Замалединова, Ленар Гизатулин, КФУ «Итоги недели». Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Я рад, что первый мой Сабантуй – это студенческий Сабантуй. Сабантуй – филиале КФУ. Как отметили праздник плога в набережных Челнах. Имена многих наших соотечественников вписаны в историю мировой науки золотыми буквами. Учёные и практикующие врачи, чьи труды бережно хранятся в научной библиотеке Казанского университета. На восьмом месте КФУ оказался в национальном рейтинге университетов и разместился на первой строке среди федеральных вузов. Ежегодный рейтинг опубликовала группа «Интерфакс». Эксперты оценили 368 российских университетов. В исследование включены все ведущие вузы страны, в том числе участвующие в программе «Приоритет 2030». Так, КФУ набрал 751 балл и стал восьмым среди лучших вузов России. Наш университет поднялся на две строчки вверх по сравнению с другими годами. Метод отбора базируется на 36 индикаторах. Они объединены в шесть групп. Это образовательная деятельность, исследование, социализация, сотрудничество, инновации и предпринимательство. Бренд. Сводный рейтинг – это арифметический результат по шести группам. КФУ продвинулся в позициях образования, исследования, социализация. Национальный рейтинг университетов выходит в 14-й раз. Его цель – независимая система оценок российских вузов и их образовательных программ, научных исследований, развития федеральных и региональных университетов. О других событиях из жизни университета и республики узнаете из дайджеста. В Казанском федеральном университете заработала горячая линия приемной комиссии. Ее номер телефона сейчас на экране. В колл-центре КФУ работает свыше 45 операторов. Это сотрудники и студенты вуза. Также консультацией абитуриентов занимаются работники институтов. Специальная горячая линия по вопросам приемной комиссии будет открыта до 31 августа. В ближайшие дни сайт приемной комиссии немножко изменится. Будет чат поддержки еще и на нашем сайте, чат системы. То есть система, можно будет задать вопрос на самом сайте, оператор сможет ответить и уже проконсультировать по заполнению анкеты в таком формате, в тексту. Кабинет министров Татарстана издал распоряжение об организации работ по выявлению рукописей и редких книг научной библиотеки имени Лобачевского КФУ. Специальная рабочая группа займется определением книг и рукописей к особо ценным документам, а также постановке их на особый учет. Руководителем группы назначен вице-премьер Лайла Фазлеева. В КФУ разработан новый рейтинг. Эксперты представили методологию оценки вклада высших учебных заведений в результаты социально-экономического развития территорий. Рейтинг оценивает вклад научно-образовательных организаций в развитие их регионов. Анализ проведен по всем вузам России. Первое место в рейтинге занял Московский государственный университет имени Ломоносова. На Бежночелнинском филиале КФУ прошел Сабантуй. На территории спортивно-здоровительного комплекса «Дубравушка» сотрудники и студенты представили творческие номера и попробовали себя в традиционных конкурсах праздника плога. Например, каждому, кто желал побороться за титул Батыра, предстояло пройти несколько истинно мужских испытаний в пять этапов. Я рад, что первый мой Сабантуй – это студенческий Сабантуй, поскольку я увидел много заряженных, хороших таких ребят, которые успешно закончили обучение в семестры. Правда, у них впереди еще сессия. Но мы обсудили, что ребята будут урожай свой собирать только в виде отличных, хороших оценок. Победителями геодезического конкурса «Росреестра» стали студенты Казанского университета. Команда заняла первое место и стала лучшей в Поволжье. Как шла подготовка к конкурсу и почему так важна профессия геодезиста, мы побеседуем сегодня с заведующим кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики Владимиром Безменовым. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте. Поздравляем вас и ребят с победой. Кто входил в команду и вообще как шел отбор в нее? Спасибо за поздравление. В команду входили студенты первого курса, обучающиеся в магистратуре по специальности геодезии и дистанционного зондирования. А отбор происходил очень просто. Был задан вопрос, кто хочет поучаствовать в этом мероприятии, и они сами определились, кто будет в этой команде. Это был научно-исследовательский конкурс, который проводил Росреестр под названием «Сохраним геодезические пункты вместе». В чем суть конкурса и почему так делается упор на именно геофизические пункты? Геодезические пункты играют очень важное значение в жизнедеятельности нашего общества. В частности, геодезические пункты нужны для создания карт, для ведения кадастра, и важна сохранность этих пунктов. Давайте отдельно остановимся на профессии геодезиста. Как-то привычнее нам слышать про инженеров, врачей, а про работу геодезистов мало что знаем. Хотя профессия – это очень востребованная. Расскажите, пожалуйста, о ней преимущества и функционал. Геодезия – это достаточно востребованная отрасль. Об этом говорит то, что наши студенты, оканчивая бакалавриат или магистратуру, устраиваются полностью по своей специальности. То есть 100% распределяется по своей специальности, и лет через 8-10 из этой специальности уходит незначительное количество человек. Геодезия – это специальность, которая занимается созданием топографических карт, изучением размеров Земли, формы Земли. И эта специальность востребована в самых различных сферах нашей деятельности. Проектирование, строительство, кадастр, геология, экология можно перечислять и перечислять. Сейчас есть такая программа создания национальной системы пространственных данных, и именно создание этой системы пространственных данных – это одна из задач людей, подготовленных и имеющих осуществлять деятельность в области геодезии. А какими знаниями и навыками должен обладать человек, который решил получить профессию геодезиста? Знания именно в области геодезии. Что такое Земля, что такое системы координат. Должны иметь знания определенные в области математики, в области физики. Потому что им приходится изучать и низшую геодезию, и высшую геодезию, картографию, топографию, дистанционное зондирование Земли из космоса, обрабатывать аэрофотоснимки, космические снимки. Они должны уметь пользоваться геодезическим оборудованием, электронный тахеометр, цифровой нивелир, ГНСС-оборудование, или иными словами GPS-приемник. Они должны владеть современным программным обеспечением, которое позволяет эту информацию разнородную обрабатывать и получать координаты, строить модели местности, строить модели объектов. Это достаточно широкий такой набор знаний, специальных знаний. И этому именно у нас на кафедре и обучают. Вот вы столько всего перечислили, да? Честно все-таки, сложно ли учиться на геодезиста? Не просто, не просто, сложно, потому что знания здесь специальные, но кто к нам поступает, они выдерживают вот эту нагрузку и в конце концов достаточно успешно защищают выпускные координационные работы и бакалавры, и магистры. И эти работы весьма и весьма интересны, именно основанные на использовании современного генетического оборудования. А вот еще один интересный момент. Как связана профессия, ну вообще сама геодезия, да, с астрономией? Геодезия — это наука о Земле. Но с астрономией она связана в определенной степени. И те же самые системы дистанционного зондирования Земли и системы, которые создают, фотографируют, снимают планеты, их спутники, они опираются на звезды. У них есть бортовая навигационная система, система ориентации, которая опирается на звезды. Вот здесь астрономия нужна геодезия. Но есть еще такая задача, как определение координат точек на поверхности Земли по звездам. Раньше была специальность астронома геодезии, которая изначально была в Казанском университете. Ну, потом, в связи с развитием общества, эта специальность не востребована стала. Но, тем не менее, какое-то количество специалистов все равно занимается определением координат и азимутов по наблюдениям звезд. И вот в этом плане астрономия нужна геодезия. Вот я предварительно посмотрел, какая средняя заработная плата по России у геодезиста. И она, если честно, меня порадовала, потому что чуть выше 100 тысяч рублей. Но, конечно, человек этой профессии, работа не из легких, вы об этом уже сказали. Помимо знаний и навыков требуется и хорошая физическая подготовка. Вообще-то девушек-то много идет в профессии? Девушек у нас достаточно много, но наша работа делится на камеральную, то есть в лабораторию, и на полевые условия. Вот, конечно, в поле это, как правило, работают ребята. Это все-таки в поле девушки, женщины. Это не совсем комфортно, там достаточно суровые условия бывают. Ну, я знаю, есть девушки, женщины, которые все-таки осознанно идут в полевики, работают, но потом со временем все равно поле покидает. Возвращаясь к конкурсу, любые соревнования, даже если в них ты победил, показывают твои как сильные, так и не совсем сильные, слабые стороны. На ваш взгляд, что помогло победить ребятам из КФО, а что в будущем вы обязательно возьмете, так скажем, в работу для дальнейшей трансформации, может быть, усиления в рамках обучения? Ну, вы знаете, прежде всего помогло им знание и уже имеющийся опыт. Ведь они проходят практику и учебную, и производственную после второго курса, после третьего курса. И эта практика весьма серьезная у них. Ну и, кроме всего, у них была целеустремленность, они просто поставили перед собой задачу. И ведь Казанский университет — это единственный вуз в Поволжье, который готовит по специальности геодезии и дистанционного зондирования земли. Ну, возможно, еще есть вуз, где готовят по геодезии и дистанционного зондирования в Поволжском регионе. Но в Татарстане мы единственные, и это, скажем так, длится уже десятилетиями. И никто, кроме нас, в Татарстане, в этой сфере специалиста в области геодезии и дистанционного зондирования земли просто не готовит. Поэтому они и победили. У них знания гораздо, скажем так, шире в этом аспекте, и опыта уже было гораздо больше. — Ну и наш традиционный вопрос для всех гостей. Какие ваши планы и, может быть, перспективы в рамках работы вашей кафедры? Возможно, будут открываться новые направления, которые так или иначе связаны с космической геодезией или, может быть, с астрономией? — Да, действительно, сейчас будут определенные изменения. По нашей специальности буквально недавно был учебно-методический совет, где мы будем переходить на специалитет. У нас будет пятилетнее образование. То есть мы возвращаемся несколько, скажем так, к тому, что было ранее. Пятилетнее образование. И специальности уже будут чуть-чуть по-другому называться. Мы этого не избежим. И мы будем достаточно серьезно себя преобразовать. И мы хотим заниматься тем, чем мы ранее занимались. И чтобы у нас были успехи и в космической геодезии, чтобы мы развивали дистанционное зондирование Земли все больше и более, все больше и больше. Чтобы мы занимались в том числе и дистанционным зондированием планет, Солнечной системы, Луны. И студенты в настоящее время, бывает, иногда делают выпускные работы, где изучаются, допустим, Фобос, Деймос или какое-то другое небесное тело, Луна в частности, наш ближайший спутник. Планы у нас есть. Мы вынуждены будем эти планы формировать с учетом того, что придут изменения. Мне кажется, этот тренд, может быть, некого возвращения к тому, что уже делали, может быть, немножко в другой форме. Но все-таки он сейчас по всей стране. Ну и желаем вам успехов в этом непростом, но, безусловно, важном деле. Спасибо. Вам спасибо. В третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского работника. В этот день почитают всех тех, кто давал клятву Гиппократа. Врачей, медсестер, фельдшеров. Казанский университет славится своими традициями в области медицины. Медицинский факультет сыграл значительную роль в создании научной школы и подготовке специалистов. Имена Лесговта, Виноградова, Казембека, Терегулова слышали и знают многие казанцы. Гордится университет именем Эмилиана Адамюка, основателя отечественной офтальмологии, организовавшему первую в Казани клинику глазных болезней. Наиболее известен Александр Вишневский. Именно здесь, в Казанском университете, раскрылся его блестящий талант хирурга. Невозможно представить отечественную медицину и науку без его метода местного обезболивания. И, конечно же, всем известна мась Вишневского, спасшая жизнь многим раненым в годы Великой Отечественной войны. Какие труды медиков хранятся в научной библиотеке КФУ, увидел Амир Ахтемов. 18-20 века стали эпохой прорывов в медицине от российских и советских врачей. Имена многих наших соотечественников вписаны в историю мировой науки золотыми буквами. И сегодня мы о них и поговорим. Профессия врача одна из самых старейших в мире. И в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека при рождении младенца непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и предупреждение различных заболеваний. В отделе рукописей и редких книг научных библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета сохранились различные научные труды известных медиков. Например, первый научный труд Горяева. Он был выпущен в Казани в типолитографии императорского Казанского университета в 1913 году. Также у нас в руках труд об итеологии и лечении глоукомы профессора Адамюка. Также нельзя не выделить некоторые работы об иннервации сердца доктора Алексея Казимбека, который был выдающимся представителем Казанской медицинской школы. И, конечно же, работу Александра Васильевича Вишневского и его всенародно известную мазь Вишневского. Одной из главных заслуг ученого Николая Горяева было создание камеры Горяева, которую долгие годы широко применяли в нашей стране и за рубежом. Известный представитель Казанской медицинской школы Алексей Казимбек был первым в России человеком, экспериментально доказавший преобладающую роль мышечного компонента в происхождении одного тона сердца. Он описал диагностические признаки аневризмы левого желудочка. Научная работа же Александра Васильевича Вишневского знакома почти каждому. Свою заживляющую масляную бальзамическую повязку, всенародно известную мазь как мазь Вишневского, а по-научному линемент бальзамический Александр Вишневский изобрел в Казани в 1927 году. Многие из этих ученых буквально открывали новую эру в мировой медицине, становясь пионерами и основателями прежде не существовавших направлений, а также изменяя свою профессию радикально. Люди во все времена с большим уважением относились к трудной и благородной профессии врача. Человеку, который избрал для себя этот путь, приходится принимать важнейшее решение, от которого зачастую зависит жизнь человека. Амира Ахтямов, Ленарки Затуллин, КФУ, итоги недели. Профессия врача – это подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов, утверждал Антон Павлович Чехов, русский писатель и талантливый доктор. Даже будучи уже знаменитым писателем, Чехов ежедневно по утрам вел прием пациентов, ездил к ним в любую погоду, заботился об устройстве больных крестьян в московские больницы. Поздравляем всех врачей, ученых, медицинских работников и причастных к этой сфере людей. Спасибо за ваш самоотверженный труд, спасение жизней, за то, что дарите счастье и надежду. Будьте здоровы и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова